Одинокий гений брел по пустыне, несмотря на песчаную бурю. Он шел среди людской недальновидности и своей гениальности. Нет, это не очередная притча о каких-то там героях. Это вполне реальное представление большинства людей о первооткрывателях и успешных творческих людях. Мы привыкли думать, что гении и новаторы – это нелюдимые титаны, которые на своих плечах несут непосильную ночь. Но это заблуждение, и главным козырем этих людей являются единомученики. Я хотел сказать – единомышленники. Часто при реализации чего-то невесомого, такого как идея, нам нужна ощутимая опора. Эту роль и исполняют единомышленники. Если представить, что идея – это воздушный шар, то люди, которым мы доверяем эту идею, будут тем позитивным утяжелением и балластом, который не позволяет нам долго витать в облаках и помогает благополучно опуститься на землю, когда мы, наконец, достигаем заветной цели. Правильные люди в правильное время помогают ухватить удачу за хвост. Так было с Битлз, так зародился импрессионизм, так кучка энтузиастов начинала создавать Эппл. Да на самом деле любой проект начинается с доверия к людям с похожими взглядами. Вам не обойтись без единомышленников, если вы собираетесь начать проект, о котором всегда мечтали, но не решались попробовать. Вы должны понимать, что когда идея становится известна определенному кругу лиц, критика и поправки делают ее только лучше, или наоборот позволяют заблаговременно разглядеть бесперспективную задумку, прежде чем вы потратите на нее свое время. Озвученная идея не позволяет сдаться, так как мы чувствуем перед другими людьми обязательство довести дело до конца, чем не стимул. Вот вам совет, который сегодня можно услышать от глав Эппл, Пиксар и людей, которые хоть немного преуспели в менеджменте. Ищите коллег и единомышленников среди людей, которые более опытны и успешны, чем вы сами. Они улучшат ваши идеи, избавятся от ненужных и неудачных. Они помогут вам самим выйти на новый уровень. Я знаю, о чем вы думаете. А, где найти таких людей? На самом деле все не так уж и сложно. Начинать поиски следует с людей, которых вам советуют знакомые. Ищите их среди тех, чьи работы вам приглянулись. Посещайте выставки, конференции, музеи и кружки на интересующие вас темы. Для плодотворного сотрудничества необходимо живое общение. Лицом к лицу, поэтому старайтесь больше участвовать в реальной жизни. Будьте оптимистично настроены. Поиск будущих коллег и друзей может затянуться, так как поначалу вам будет нелегко впустить новых людей в свою жизнь. Как бы то ни было, в наши дни, чтобы услышать реакцию извне, совсем не обязательно куда-то идти. Достаточно открыть страницу или группу в соцсетях, чтобы обсудить собственные идеи с аудиторией. Однако учтите, что интернет-публика — многоликое создание, и ее мнения могут кардинально разниться. К тому же делиться секретами и идеями с людьми, которых вы никогда не видели, будет сложней. Такова уж человеческая природа. Ну, не знаю. Окружить себя полезными людьми вроде звучит здорово, но делиться собственными идеями как-то не хочется. К тому же у меня нет времени, чтобы тратить его на поиски. Да и сам неплохо справляюсь. Если такова ваша первая реакция на предложение обзавестись командой единомышленников, то вот вам парочка поводов изменить свое мнение. Страх плагиатов вполне объясним. С каждым годом человек становится все более замкнут и недоверчив к окружающим. Но если вы делитесь идеями в ближнем кругу единомышленников и друзей, то для тревоги нет причин. Однако учтите, что число таких людей в одной сфере деятельности не должно превышать 15 человек. Иначе общение с ними перестанет быть индивидуальным. Если вы боитесь, что поиски отнимут у вас много времени, вспомните, что новые компаньоны компенсируют ваши слабости, а вместе с ними и потраченное время. Хорошая команда помогает стать более собранными. Переосмыслить многие ценности вызывает повышенное чувство ответственности и расширяет сферу влияния. Но не забывайте, что команда нужна для того, чтобы превращать идеи в готовые продукты, а не для того, чтобы раздать всем свои обязанности и облениться. В одиночку очень трудно и творить, и распространять свои работы, и общаться с клиентами, и тем более находить время для отдыха. Сотрудничество – это более развитый вид творчества, который подразумевает не только умение делиться идеями, но и получать взамен, открывать для себя новый мир. Поэтому делитесь идеями, празднуйте даже небольшие победы, никогда не теряйте энтузиазма, будьте благодарны за внимание и помощь, а также мыслите продуктивно. До встречи!